Сейчас я уверен, что большинство из вас знает старую историю про астронавта, что отправился в далекий космос и по возвращению его спросили, был ли он на небесах и видел ли Бога. И он сказал да. И они сказали ему, хорошо, что там насчет Бога? И он сказал, она черная. И хотя это хорошо известная и избитая история, она очень глубокая. Потому что, скажу я тебе, я знал монаха, что начал в жизни в значительной степени как агностик или атеист. А потом он начал читать Оли Бёрдсона, французского философа, который провозгласил жизненную силу, и в таком духе. И чем больше он читал такого рода философии, тем больше он видел, что эти люди в действительности говорят о Боге. И я читал много богословских рассуждений о существовании Бога. И они все начинаются от этой линии. Если ты разумный и рассудительный, ты не можешь быть продуктом механистической и бессмысленной вселенной. Чертополох не родит фигами, виноград не растет на колючках. Однако и ты, как выражение вселенной, как глазок, сквозь который вселенная себя наблюдает, не можешь быть простой случайностью. Потому что если этот мир, народы, как дерево, порождающее плоды, тогда вселенная сама по себе, энергия, что лежит в основе, то, о чем это все, земля бытия, как Паул Тилих прозвал ее, должна быть разумной. Сейчас, когда ты пришел к этому заключению, ты должен быть очень осторожен, потому что ты можешь совершить необоснованный прыжок, а именно прыжок к заключению, что... Что это разумность, это изумительная творящая мощь, что создает все это. Это библейский бог. Будь осторожен. Потому что этот бог против собственных наставлений, вылепленный в образе кумира, авторитарного тирана-отца Древнего Ближнего Востока. И очень просто угодить в эту ловушку, потому что все это подготовлено и узаконено в римской католической церкви, в синагоге, в протестантских церквях. Все они готовы для вас, чтобы поймать и под прессингом социального консенсуса и так далее, и так далее. Это вполне естественно предположить, что когда кто-то использует слово «бог», это та отцовская фигура, что предназначена для этого. Ведь даже Иисус использовал аналогию «отец» для его опыта бога. Он должен был. Не существовало другого доступного выражения в его культуре. Но сегодня мы восстали против картины авторитарного отца. Особенно это должно произойти в Соединенных Штатах. Ведь мы республика, а не монархия. И если ты, как верный подданный этой страны, думаешь, что республика – лучшая форма власти, ты с трудом поверишь в то, что вселенная – монархия. Но чтобы свергнуть отцовскую картинку бога, как идола, не обязательно быть атеистом. Хотя я и выступал за что-то, зовущееся атеизмом во имя бога, то есть опыт, контакт, отношение с богом, то есть с основой всего существования, что не должно быть воплощено или выражено в какую-то специфическую картинку. И теологам в целом не нравится эта идея. Потому что в своих дискуссиях с ними я обнаружил, что они хотят быть немного практичными насчет природы бога. Они хотят сказать, что бог, однако, имеет очень специфическую природу. Этический монотеизм значит, что руководящая сила этой вселенной имеет какие-то определенные правила и мнения, с которыми наши умы и действия должны согласовываться. И если ты не уходишь от этого, ты идешь против фундаментального зерна вселенной и будешь наказан. В некотором роде старомодный Ли будет вечно гореть в адском пламени. Более современный Ли, ты потерпишь неудачу в попытке быть аутентичной личностью. Но это уже другой путь повествования об этом. Но тут есть то чувство. Ты видишь, что есть авторитет, стоящий за миром. И это не ты. Это нечто иное. Как мы говорим, это нечто другое. Это далеко. И следовательно, это иудейско-христианский и в действительности мусульманский подход также заставляет множество людей чувствовать себя довольно странно, отчужденно от корней и основы бытия. И есть множество людей, кто никогда не вырастет. И всегда в трепете, в трепете перед картинкой дедушки. Сейчас я дедушка. У меня есть пять внуков, и я более не благоговею перед дедушками. Я знаю. Я так же глуп, как мои собственные дедули были. И следовательно, я не буду кланяться изображению Бога с длинной белой бородой. Нет, конечно же, разумеется. Мы, разумные люди, не верим в такого рода Бога. На самом деле нет. Я имею в виду, мы считаем Бога Духом. Что Бог очень неопределим и бесконечен. Все в таком роде. Но тем не менее, картинки Бога имеют более... Намного больше эффект на наши эмоции, чем наши идеи. И когда люди читают Библию и поют псалмы ветхий днями, который сидит первопрестольный, прославленный, бессмертный, невидимый Бог, единственный, мудрый в свете и доступный, но спрятанный от наших глаз. Они все так же рисуют того парня там, наверху, с бородой. Это путь позади эмоций. И таким образом, сперва нам стоит подумать, в противоположных образах и противоположные образы это... Она черная. Представь вместо Бога Отца, Бога Мать, представь, что это не светящееся существо, полыхающее светом, но в непостижимой тьме, как изображено в мифологии хинди, кали. К-А-Л-И. Великая Мать, которая представлена самым ужасающим образом. У Кали длинный свисающий язык, слюна с кровью, у нее зубы веером, в одной руке у нее ятаган и оторванная голова в другой. И она топчется по телу своего мужа, который... Шива. Шива, более того, представляет деструктивный аспект божества, в котором все вещи растворились, чтобы возродиться вновь. И тут это ужасная кровососущая мать, как изображение высшей реальности, стоящей за этой вселенной. Представь это, как выражение осьминога, паука, ужасного, жуткого, ползучего существа в конце линии, которой мы все боимся. И это очень важный образ. Потому что, давайте представим, ради аргумента, что все вы, сидящие здесь сейчас, чувствуете себя... ну, скажем, довольно хорошо. Имею в виду, вы не в госпитале, у вас нет плачущих голодных детей, у вас есть смыслы, скорее всего, у вас есть обед, и чувствуете себя вполне хорошо. но вы знаете, что вы чувствуете себя довольно хорошо. Только лишь потому, что на задворках ваших умов, далеко на задворках умов, у вас есть ощущение чего-то абсолютно ужасного, что просто не должно произойти. И так против того, что не происходит, что не обязательно даже должно происходить. Но по сравнению с этим, вы ощущаете себя довольно хорошо. И это абсолютно ужасная вещь, что не должна случиться вовсе. Это кали. И, следовательно, однажды, мы начнем задаваться вопросом, присутствие ли этой кали, в некотором смысле, не очень благотворно. Я имею в виду, как? Как ты узнаешь, что все хорошо, пока не будет чего-то, что совсем не хорошо. И я сейчас не выставляю это вперед, как финальный пункт. Я всего лишь выставляю это как вариацию, как начало видения проблемы и выдергивания наших умов из их привычной колеи. Она черная. И в первую очередь она, женская, представляет то, что зовется языком философии, негативным принципом. И, конечно, люди, которые женщины, сегодня в нашей культуре и настроены феминистически, им не нравится эта ассоциация с негативным, потому что негатив приобрел очень плохое значение. Но мы говорим, он акцентирует позитив. И это чисто мужское шовинистическое отношение. Но как бы ты узнал, что выдающийся, пока не выделишься на контрасте чего-то рядового. Ты не можешь оценить выпуклость без впадины. Ты не можешь оценить твердость без мягкости. И таким образом, так называемая негативность женского элемента, очевидно, дающая жизнь и очень важна. Но мы живем в культуре, не отмечающей этого. Вы видите картинки, рисунок птички, но вы не замечаете белый лист бумаги под ней. Вы видите печатную книгу и думаете, печатные буквы, вот что важно. А страничка не имеет никакого значения. И все же, если вы пересмотрите все целиком, как там могут быть видимые буковки, без странички под ними. То, что зовется материей, это то, что стоит под... Суп. Под стоит в основе. Чтобы быть существенным, надо быть лежащим в основе. Чтобы быть поддержкой, быть основанием мира. И, конечно же, это и есть великая функция женского. Быть материей. И, следовательно, женская представляет космос, который, конечно же, черный. Но там, где нет черного и пустого космоса, там бы не было возможности видеть звезды. Звезды сияют из космоса. И астрономы, очень влиятельные астрономы, начинают понимать, что звезды это есть функция космоса. И это сложно для нашего здравого смысла. Ведь мы привыкли считать космос внутренним ничем. Тогда мы не осознаем, что космос это тотальная основа всего. Это как твое сознание. Никто не может представить, что такое сознание. Это нечто самое неуловимое, чем бы оно ни было. Потому что это фон всего остального, что мы знаем. Однако мы не проявляем особого внимания к этому. Мы проявляем внимание к вещам вне поля осознания, к контурам, к объектам и так называемым вещам, что в поле зрения, звукам, что в поле слышания и так далее. Но что это? Охватывает ли это все, что есть? Мы не придаем этому много внимания. Мы не можем даже думать об этом. Это как пытаться посмотреть на свою голову. Знаешь, ты пытаешься посмотреть на свою голову и что ты обнаружишь? Ты даже не найдешь темную каплю посреди вещей. Ты просто не найдешь ничего. Пока это то, из чего ты видишь. Как космос то, из чего сияют звезды. И так, нечто очень очевидное по поводу всего этого, что это нечто, на что ты не можешь указать пальцем. Нечто, всегда тебя избегающее. Нечто, полностью неуловимое. Бланк кажется абсолютно обязательным, чтобы там было что-нибудь, что угодно. Сейчас давайте рассмотрим это далее. Кали также принцип смерти, потому что она держит ятаган в одной руке и оторванную голову в другой. Смерть. Это чрезвычайно важно к размышлению, а мы отбрасываем это. Смерть заметена под ковер в нашей культуре. В госпитале они пытаются держать тебя живым так долго, как это возможно, в полном отчаянии. Они не скажут тебе, что ты умрешь. Они... Когда родственники должны быть проинформированы, что случай безнадежный. Они не говорят это пациенту. И все родственники ходят вокруг с пустыми улыбками и повторяют «Ну, ты будешь здоров, ты будешь в порядке в течение месяца, а потом мы куда-нибудь съездим и отметим, и посидим у моря, и послушаем птиц, а почему бы и нет?» И умирающий знает, что это издевательство. Да, конечно, мы сделали из смерти вой со всеми видами упырей. Мы изобрели ужасную загробную жизнь. Ужасную. Имею в виду христианская версия рая, а она такая же отвратительная, как и христианская версия ада. Я имею в виду, никто не хочет быть в церкви вечность. Дети абсолютно испуганы, когда они слышат эти псалмы, что глаголят поверженными перед троном твоим и лежать, и глядеть, и смотреть, и смотреть. Они представить не могут, что значит этот образ. Я имею в виду в очень тонком теологическом смысле. Я могу хитро обойти это заявление, сделав его невероятно глубоким. Я имею в виду быть поверженным с одной стороны и смотреть на с другой. Видите ли, это совпадение противоположностей, что очень глубоко. Но для ребенка это как шею сломать. И это вид образов, что мы воспитали. Итак, идея о том, что может случиться после смерти. Хорошо, ты столкнешься со своим судьей, с тем, кто знает о тебе все. Это большой папа, который знает, что ты непослушный мальчишка и очень непослушная девчонка. А особенно девчонки с самого начала времен. Он посмотрит прямо сквозь ядро твоего недостоверного существования. И какого рода чувство, кроме чувства тревожности, тут может всплыть? Или возможно ты веришь в реинкарнацию? И ты веришь, что твоя следующая жизнь будет как бы наградой и карой за то, что ты совершил в этой. И например, ты знаешь, что ушел с убийством на счету из этой жизни. И значит, ужасные вещи случатся в следующий раз. Ты смотришь на смерть, как на катастрофу. И тогда будут другие люди, кто скажет «Хорошо, если ты мертв, то ты мертв». Просто вот так ничего не случится совсем. И чего ты будешь тогда опасаться? Ладно, нам не очень нравится эта идея, ведь она обезоруживает. Знаете, каково это умереть? Пойти спать и никогда, никогда, никогда не проснуться. Да, многие вещи определенно тогда не произойдут. Это не то, что быть похороненным заживо. Это не то, что быть похороненным заживо. И это не то, что быть навечно в темноте. Я скажу вам, это то, как будто тебя никогда и вовсе не существовало. Не только тебя, но и всего остального впрочем тоже. Просто там никогда ничего не было и нет никакого сожалеющего об этом. И в этом нет проблем. Хорошо, подумай об этом немного. Довольно странное ощущение получится, когда ты действительно поразмыслишь об этом. Действительно? Это представишь? Просто разом все остановить. И это значит, что ты даже не сможешь назвать это остановкой, потому что ты не можешь иметь стоп без начала. А там не было никакого начала. Там просто ничего нет. Ладно, когда будешь об этом размышлять, это то, как оно было до твоего рождения. Если ты пойдешь назад в памяти так далеко, как сможешь, ты вернешься в то же место. Если ты пойдешь дальше в свое ожидание будущего, к тому, как это быть мертвым, эти твои забавные идеи, что это пустотность, это необходимая противоположность того, что мы зовем бытием. Да, и все мы думаем, что мы живем, не так ли? Я имею ввиду, а мы действительно здесь? Есть ли что-то зовущееся существованием? Экзистенционализм, наука, доскональность, аф, знаете, заткнитесь, но как ты сможешь выразить опыт того, что есть реальность, если только однажды ты не был мертв? Как? Что дает нам хоть малейшее представление, что мы здесь? За исключением контраста с фактом, что мы однажды не были и позже не будем, но это штука цикл, как позитивные и негативные полюса в электричестве. И это, вот это и есть ценность символизма. Она черная. Она женский принцип восприимчивости, положение, вакуум и тьма. И это то, что является пониманием Бога, у которого нет картинки. За пределами изображения отца, за пределами изображения матери, за пределами образа недостижимого света и за образом глубокой и ужасной тьмы. Там нечто иное, что мы не можем даже представить себе. Дионисий Арианагид звал это сияющей тьмой, Нагарджуна звал это пустотность шуния тадо. Шанкара назвал это Брахман. И об этом на самом деле вообще ничего не может быть сказано. Нети нети, ни то, ни то, за любой из концепций. И ты видишь, что это не атеизм в формальном смысле слова. Это глубоко религиозное отношение. Потому что то, чему это фактически соответствует, это позиция жизни, тотального доверия, отпускания. Когда мы формируем картинки Бога, они все на самом деле выставки нашего недостатка веры. Что-то, за что держатся, какие-то крючки, как твердая основа, что лежит под ними, твердая божественная защита, что угодно. Но когда мы не цепляемся, мы имеем позицию веры. Если ты отпустишь всех идолов, ты, конечно же, обнаружишь, что вот это неизвестное, невыразимое, что является основой вселенной, это именно ты. Но это не тот ты, которым ты себя считаешь. Нет, это не твое мнение о себе, это не твоя идея или образ себя. Это не чувство хронического мышечного напряжения, которое мы обычно называем я. Ты не можешь ухватить это. Конечно нет. Зачем бы тебе это было нужно? Предположи, что ты смог бы, что бы ты с этим делал и кто бы с этим что-то делал. Ты никогда этого не добьешься. И это есть та глубочайшая центральная мистерия и позиция веры. Это перестать гнаться за, перестать это хватать, потому что когда это случится, самые потрясающие вещи следуют. Но все эти идеи духовного, божественного, как это отношение должен. Итак, мы были обложены законами, которыми мы ограничены следовать всем этим стульям. Это не единственный путь быть религиозным и причастным к невыразимой мистерии, что лежит в основе всего и нас в этом мире.